Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу как добавить память и заменить SSD диск на ноутбуке Acer Nitro 5. У нас есть такой ноутбук Acer Nitro 5 и нам необходимо на нем добавить оперативную память и заменить SSD диск на более большой. Для того чтобы это сделать необходимо снять заднюю крышку и добраться до компонентов его работы. В первую очередь с помощью крестообразной отвертки откручиваем все шурупы на задней части крышки ноутбука. Не забываем достать все USB приемники, которые оставлены в свои разъемы. Начинаем откручивать шурупы на задней крышке очень маленькие, поэтому стараемся их не потерять. Они имеют одинаковую длину, поэтому вы их не перепутаете при сборке ноутбука. После этого берем обычную пластиковую карточку и разъединяем заднюю крышку от основного корпуса. Здесь есть небольшая сиялка, мы заводим карточку и проводим по всему кругу. Не тяните, чтобы крышку не поломать. Все делаем осторожно. Вот крышка снята. Она больше ничем не крепится, поэтому ничего здесь не сломаете. Как видите, вентиляторы кулера очень грязные. Необходимо будет их продуть хорошо. А термопаста еще свежая, поэтому мы ее менять не будем. Нам необходимо добавить карту памяти в этот разъем и сюда SSD диск. Или же можно воспользоваться этим переходником для того, чтобы поставить его с этой стороны. Теперь аккуратно раздвигаем эти два крепежа для того, чтобы карточка вышла со своего разъема. Стандартная карта памяти фирмы Kingston на 8 гигабайт. На другой стороне материнской платы есть еще один разъем для установки SSD диска. Мы его сюда поставим. Здесь есть цифра 2, но не забудем купить такую термопленку для лучшего охлаждения чипа. Вот здесь видно, что на крышке тоже есть место для установки. Это термопленки. На всякий случай мы отключим батарею электропитания, сняв этот разъем. И после этого можно ставить все на свое место. Вместо родной карты памяти DDR4 на 8 гигабайт я приобрел тоже DDR4 карту памяти на 32 гигабайта. Поставим ее в один шлейф и этого вполне хватит. Фирма Voodrom более-менее недорогая и качественная. Будем ставить ее на свое место. Вначале устанавливаем память под углом 45 градусов и аккуратно опускаем ее вниз до защелкивания фиксаторами. Фиксаторы защелкнулись. Карта памяти стоит на своем месте. И в качестве второго твердотельного диска я выбрал тоже фирму Voodrom PX600 емкостью 1 терабайт. Тоже вполне нормальная фирма. Не очень дорого, не дешево и имеет хорошую гарантию. Установим его в разъем номер два. Распакуем его. Здесь с другой стороны есть уже готовый болтик для его фиксации, что бывает очень редко. Обычно приходится их потом искать. Выкручиваем болтик. Устанавливаем диск на свое место до полного фиксирования и прикручиваем с помощью болтика. Для улучшения термоотдачи и не перегрева этого жесткого диска я воспользуюсь такой термопрокладкой. Отвяжем маленький кусочек и приклеим ее на крышку. Этого кусочка вполне хватит. И такой же кусочек вырежем с другой стороны. Наклеим его на жесткий диск очень аккуратно, чтобы он хорошо давал тепло. Теперь снова подсоединяем разъем аккумулятора на свое место. И можно ставить на свое место крышку. Потихонечку ее прищелкиваем по всему периметру и прикручиваем вместо шурупчика. Вот новый жесткий диск и оперативная память на ноутбук установлены и можно проверить как он работает. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как сделать апгрейд ноутбука Acer Nitro 5. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok